Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семьяна Чемоданок. С вами я, Славян. Сегодня мы в полном составе. Настенька, Артемка, Мирончик. Здесь же Родиончик. Мы сегодня приехали погулять в Кабардинку. Это такой поселочек, недалеко находится от Геленджика. Селон, окей. Который привлекает огромное количество туристов в сезон. В не сезон здесь пусто, а здесь можно по-настоящему понаслаждаться. Для тех, кто впервые попал на наш канал, хочу немножечко рассказать про нас. Мы недавно, совсем недавно переехали в Геленджик. Ну, чуть больше, чем полмесяца. Проживем здесь до лета и очень сильно хотим изучить всю эту местность. Геленджик, его окрестности, Новороссийск, его окрестности. Каждый день стараемся выпускать видеоролики. Каждый день стараемся открыть для себя что-то новое и с вами поделиться. Поэтому, если еще не подписались на канал, прямо сейчас жмите вот эту красную кнопочку, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а мы с вами отправляемся в Кабардинку. А начинаем мы нашу прогулку возле такого огромного здания, которое называется Рынок. Здесь также площадь памяти, различной памяти. Также и стена вечной памяти славы. И также есть вот такие плиты, где сделаны имена и фамилии жертвам политических депрессий. Вот, смотрите. И вот такой славы павелик, вот как за решеткой. Как сплали, да, вот репавлия, 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 репавлия. Да-да. Да, слушайте, интересно, я такой вообще не видел никогда. Причем если присмотреться, здесь прямо в камнях выбит человек, который мучается. И такая колючая проволока. Я, кстати, скажу, что мы в Кабардинке тоже впервые. Я здесь был проездом, отворачивал вот на ту улицу и ехал к сухогрузу Рио. Вот, поэтому выпуск я вам оставлю. Я ходил туда один без семьи. Совсем скоро сходим все дружно. Я ходил туда на разведку, чтобы узнать, можно ли туда с детьми. Здесь вот такой вот памятник. Я с тобой на Рио не ходил. Вот, это получается какая-то автобусная площадь. Я не знаю, здесь есть парковка. Мы, собственно, здесь и припарковались. Мы начинаем переходить дорогу. И здесь, смотрите, такая есть вывеска, которая, видимо, вечером подсвечивается. Видите, Кабардинка приветствует вас. Ну, а сейчас она приветствует нас. Здесь пока все закрыто. Фонтанчик не работает. А мне очень интересен. Вот там вот впереди я вижу глобус. Очень хочу к нему подойти. Очень прикольно на самом деле сделали. Так, что-то здесь не сделали спуск для колясок. Вот, смотрите, здесь такие красивые печельки. Есть атмосферные. Огромнейшие кульпаны. Все такие они огромные. О, с полруки. Вот, кстати, кто-то спрашивает, есть ли пальмы в Геленджике. Вот, пальмы есть, но они не вырастают такие большие, например, как в том же Сочи. Такие вот цветочки. Гляньте, красота, которая вечером, конечно, все подсвечивается. И вот он глобус, про который я вам говорил. Здесь можно найти и вон Африка, Евразия. Давайте с вами попробуем обойти. Что здесь есть? Тегеран отмечен. Шанхай. Ханой. Здесь, смотрите, есть даже Екатеринбург, есть Кабардинка, Краснодар, Москва, есть Иркутск, отмечен озеро Байкал. Есть Австралия, Новая Гвинея. Слушайте, вообще прикольная достаточно такая скульптура нашей планеты. Южная Америка, Рио-де-Жанейро. Ну, слушайте, прикольно. Мы здесь перешли дорогу, не знаю, что здесь находится, но типа вот гостевой какой-то дом. Но самое прикольное, что есть такие, смотрите, такие уродливые скульптуры, сделанные полностью из металлических конструкций. Такие шестеренки. Здесь, видите, такие свечи автомобильные. Арматуры приварены. Прикольно. Также скульптура огромной акулы. Сейчас я вам еще покажу. Интересные здесь, конечно, такие инсталляции. Мини, мини-инсталляции. Паук есть. Вот он. Это все из арматуры сварено. Из гаек. Интересно. Динозавры маленькие. Пацаны нашли вот такой вот прикольнейший мотоцикл. Я не знаю, мне даже кажется, что он на ходу, судя по тому, что есть цилиндры, есть радиаторы, воткнуты даже свечи, но не установлена коробка. Вот. Но, наверное, он был на ходу. Рыбопирань. Видите? Какая-то змея. Может быть, прямо здесь находится океанариум. Это не точно. Не точная информация. Я не знаю. И здесь вот еще есть скульптурка вот такого маленького динозавра. Тоже сделаны из металла, как-то сварены-наварены. Здесь на самом деле так спокойно. Очень напоминает Дивноморское. Сейчас пойдем посмотрим, конечно, пляжи. Пляжи вообще, как я смотрел по каким-то фотографиям, по каким-то сюжетам, пляжи здесь красивые. Я, конечно, не уверен, что они сейчас именно такие, но мы вместе с вами все это дело посмотрим. Вот какой-то пансионат РЖД здоровый и солнечный. Посмотрите, как здесь тихо и спокойно. Ничего не работает. Даже аптека не работает. Здесь очень тихо и очень спокойно. Можно только наслаждаться этим запахом отсосин и слушать пение птиц. Ну, еще наблюдать, как падает Артемка неугомонный. Мы уже там впереди. Мы там видим море. Если повернуть голову налево, то можно видеть горы. А также позади нас тоже вершины каких-то гор. Смотрится, конечно, все очень красиво. А еще классно гулять, когда с тобой гуляет ковбой. Эй-ка, бой. Почему как-то не пангой с кашляпой. Все, двигаемся к морю. И будем идти по пляжам. Очень интересно посмотреть. И Настя правильно подметила. Интересно, когда они вообще готовятся. Потому что май не за горами. Я думаю, на майские праздники однозначно приедут люди. А вот все как-то вот так. Видимо, придут, пыль сверхнут. И все, и начали сезон. Я хочу сразу сказать, что однозначно мы не все посмотрим в Кабардинке. Будем сюда еще потом приезжать, смотреть. Но сегодня мы хотим очень прогуляться по набережной. Захватить немножко город. Дойти до старого парка, по-моему, так он называется. Посмотреть, какие там цены. И работает ли он вообще. И мы с вами вот уже попадаем на пляж. Называется он Sea Camp Start Energy. Здесь огромный детский парк. Есть даже колесо обозрения. Машины здесь заканчиваются. Здесь даже, смотрите, нельзя, оказывается, ездить на каких-то вот таких электронных штуках. Не знаю почему. И, кстати, что мне понравилось в Кабардинке, что везде стоят таблички «Соблюдайте чистоту». Посмотрите, какая здесь красота, ребята. Слушайте, прям такой мощный контраст. Я вам даже скажу насчет даже Геленджика. Вон там у нас справа Новороссийск. Тем, подожди, пожалуйста. Ребята здесь красят, готовятся уже к открытию. Ух, какой красивый павлин у тебя, сынок. Ничего себе. Сейчас мамочка сфотографирует. Хочу посмотреть море здесь. Классно. Мусорные пакеты. Пляжи уже чистят. Вода прозрачная. Вот он, Новороссийск. Вот за вот этой вот там где-то находится Геленджик. Вот сюда если спуститься, будет начинаться набережная. Здесь видно, что все заборчики уже освежили. Клумбочки вот эти вот подкрасили. Пока не будем спускаться на набережную, я хочу посмотреть, что у нас здесь. Туалет 20 рублей. Даже тир закрыт. VR-клуб тоже закрыт. Есть велодорожка. Кстати, свежекрашенная, видная. Но пока не работает ничего. Здесь какая-то вообще воинская часть. Какая-то вышка установлена. На дроне летать здесь не будем. Во-первых, это раз небезопасно. Во-вторых, я его недавно разбил. Здесь, в Геленджике. Первый же свой полет. В общем, это все и есть си-кэмп. Пока там ничего нету, получается, что набережная вот такая вот бетонная, даже с бетонным забором. Как же здесь спокойно. Я надеюсь, на майские праздники эти аттракционы будут функционировать. Я, конечно, надеюсь, что в Кабродинку приедет достаточно людей. Вот смотрите, замок страха, туннель гравитации, зуяс или контактные, типа, зоопарки. Колесо обозрений. Не совсем, конечно, высокое, но, мне кажется, насладиться с высоты этим селом-поселочком будет достаточно. Прикольно. Так, все так же пляж. Сезон. Очень хочу... Ой, сезон, говорю. Си-кэмп. Вот его название. Хочу, на самом деле, сейчас сходить... Сейчас сюда вернемся. А пока хочу сходить вот сюда пройти. Ой, море прям так и манит искупаться, если честно. Оно чистое. Сейчас пройдемся, посмотрим. Вот туда люди на пирс уходят. Красота. И здесь, знаете, что, в городе идешь, Настенька тоже заметила, как-то прохладно. Хотя у нас 16 средних градусов, вот прямо сейчас утро. А здесь теплее. В самом городе прохладненько. Ой, какая красота. Давайте я вам так покажу водичку. Ну, водорослей намыло. И, кстати, вот можешь заметить, что вот здесь вот лежат эти коричневые водоросли, которые как раз и, ну, если можно так сказать, портят цвет воды. Вот такая набережная. Ой, очень надеюсь, что все подкрасят и будет здесь красиво. Корабли. Виден на Ровороссийске, весь как на ладони. Потрясающе. Запах такой водорослевый. Ну, вот на тех пляжах уже убирают. На этом пляже, видите, еще не дошли. Красота. Ой, водичка. Ну, а вода здесь, ребятки, она чистая. Потрясающе. Смотрите, как выглядят пляжи. Ой, летом, я думаю, здесь красотища невероятная. Я думаю, здесь, ну, в принципе, как я смотрел где-то на фотографиях, здесь красиво. Вот так вот они убирают гальку. Видите? Вот, как и в Геленджике. Чтобы в случае шторма гальку не смывало. Мы сюда вернулись. Надпись LOVE. И отсюда начинается ну, красивая набережда. Ну, кто со мной поспорит? Ну, красивая. Посмотрите, какие лавочки. Да. Все подсвечивается. Такие кустики. Видите? Красиво. Гирляндочки. Потрясающе. Главное, что все это дело работа. Работала пляж. Солнечный санаторий называется. Видимо, относится к какому-то санаторию. Я там вижу скульптуру Эфелевой башни. Прикольная. Слушайте, мне нравится. Настен, тебе как? Столько вытянута вообще. Давай свои пять копеек. Не, мне очень нравится вот эта маленькая такая бухточка. И это только маленько смущает эти все аттракционы. Ну, это как бы и прикольно, но как-то слишком рядом и открыто, да? Ну, например, в Лазаревском тоже есть, но оно как-то все равно отдельненько, да? Немножко от пляжа. Ну, оно как-то скрыто. А здесь прям на пляжах все стоит. Ну, и ладно. Вот эти постройки. Не, ну, все равно классно, уютно очень. Посмотри, какие здесь навесы. Все беленько и не колхозно. Все в едином стиле. Кстати, мне, я еще заметила, что клумбы везде такие ухоженные. Да, вот я вам покажу. Я такой же первый раз вижу, чтобы там на набережной прям много цветочков посадили. Чего, в Геленджике есть? На набережной прям? Да, я же вот снимал, показывал. Ну, вот здесь просто бросается очень в глаза. Я опять выпуск не смотрел. Анастасия Сергеевна, вы уволены. С должности кого? С должности одного просмотра на нашем новом видеоролике. Так, смотрите, какая прикольная скульптура. Артем, что это, ты знаешь? Инсталляция. Это эльфа на башне с Парижа. Ух ты, нифига себе. Ты откуда знаешь? Ха-ха-ха. Хочу тебе скажу. Леди Баг. А, Леди Баг. Что он в мультике посмотрел? Все понятно. И возле нее вот такие вот красивые качельки. Красота. Лаванда. Майка. 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 Месье. Бонжур, мадам. Вот так вот. Здесь таблички по газонам не ходить. Да, действительно, не нужно этого делать. Малиния. Тростниковая. Да, клубы действительно очень красивые. Здесь не поспоришь. Пляж. Ласточка. Санаторий. Видимо, здесь очень много санаторий. О, ну это, это. Фонтан. Фонтан дорого-богато. Сейчас подойдем обязательно. Посмотрим. Медицинский пост. Спасательный пост. Посмотрите, какие здесь установлены зонтики. Из соломы. Так. На чем так громко включаете? А вот и фонтан. Да, прикольный. А здесь что-то написано. А, кабардинка. Вот. Только нужно смотреть с той стороны. Такой интересный памятник с водой. Здесь есть табличка, типа педалька подачи воды. Но сейчас она пока не работает. Вода закончилась. А здесь, посмотрите, вот такая туристическая улочка с красивой зеленушкой. Сейчас, наверное, тоже туда сходим. А пока пойдем, подойдем еще раз к морю. Здесь есть пирс, где начинаются морские прогулки. То есть отсюда вы можете отправиться в какое-нибудь морское путешествие. Да, люди ходят до половинки, а дальше стоят ворота и дальше, конечно, все закрыто. Но это пока. Видите, работает здесь трактор, техника, вода, конечно, очень чистая. Молодцы, ровняют уже пляжи. Сейчас хочу вам показать какой цвет воды. Возможно, мы ее потрогаем. Вода, кстати, на самом деле уже прогревается очень потихонечку. Эх, иди сюда. Ну да, слушайте, здесь вода, кстати, вообще теплее. Я пока не вижу, чтобы кто-то купался. Не мочите ноги, парни. Но цвету воды красивая. Здесь, кстати, висела табличка купание запрещено, так как, вот, так, купание в шторм запрещено, прыгать с пирса запрещено. Но вообще, если нужна моя рекомендация, там, где подходят катера, какие-то корабли, лучше вообще не купаться. Мини-фонтанчик. И вот она, туристическая улица. Красиво все выстрижено, собачек, не нужно здесь выгуливать, по газонам не ходить. Очень уютно, мне кажется, что вечером это все дело светится. Так же, как динаморстка, вообще не работает. Папироны 580. Да, Настяка правильно говорит, что ничего не работает. И где покушать, непонятно. Вина Кубань, видите, вот сколько еду я вам показываю, все закрыто. Лавочки, конечно, установлены, вообще прикольные, но здесь с видом с видом на торговые эти, торговые палаты. Ну, Кабардинка просто нас удивила, мы купили пацанам очки. Очки наконец-то. Очки наконец-то. Вот так, вот теперь вы крутые. Правда, солнца нету. Здесь река впадает в море, хочу вам просто показать, что даже русло реки бетонные готовят и наводят красоту, красят. Повсюду, кстати, здесь установлены какие-то различные скульптурки, мимо которых дети вообще просто не проходят. Вон, огромнейшие крокодилы, реально огромные. Ой, довольны, и мальчики купили. И везде цветочки. И везде цветочки. Представляете, какая красота. Вот пока гуляем, единственное, что оставляет такие впечатления, нет, как в темноморске, негде покушать. Хочу вам показать такую скульптуру интересную. Это что, типа турист, фотоаппарат, трусы, тапочки и носки. Вообще прикольно. Вот это вообще круто. Я говорю, прикольный поселок, атмосферный вообще. А дальше мы попадаем вообще в красоту. Сейчас я вам буду показывать. Смотрите, здесь, кстати, есть стойки, где можно подзарядить телефон и бесплатный Wi-Fi. Пляж широченный, лавочки, спуски. И посмотрите, куда мы попадаем. Ресторан, дача приглашает гостей. Вот такие качельки, клумбочки, скульптуры, которые также подсвечиваются. Чихана, Абрау. А, вон детки залезли сразу в качельке. Пляж называется метро. Ничего себе. Прикольно. Вот идем и с Настенькой подумали на эту тему, что, конечно, очень хочется здесь остаться. Ну, в том плане, что зацепить кусочек лета и посмотреть, как этот поселочек развивается лето. Вообще, видите, как для детей какая огромная детская площадка, игровая зона. Вот эти качельки прикольные, скульптуры гения с чебурашкой и какая-то скульптура подковы. Пойдемте посмотрим, что это значит. Кстати, там есть еще атмосферная такая качелька, где можно сделать классную фотографию. Вот она, твоя дача. Ну, это, видимо, гостевой дом еще и с рестораном. А, это вот подкова счастья. Молодоженам, прошедшим через нее, будет сопутствовать семейное благополучие. Ой, что только не сделают ради семейного благополучия. Здесь есть такой пляж, правда, не знаю, как он называется. Такие лежачки, но я думаю, что в сезон это какой-то вип-отсек, потому что у них даже есть, видимо, свой бар. Да, повторюсь, что, конечно, хочется здесь побывать летом. там также вот такие зеленые скульптуры. Есть фонтанчик, такая очень интересная площадь, ну и качельки. Фонтанчик, к сожалению, пока не работает. Здесь также есть такая скульптура, как и в Девноморском. Тоже голубь сидит на руке столовой, готовится к открытию. ребятки шуршат, санаторий жемчужина моря. Кто отдыхает в Кабардинке, любит, напишите, пожалуйста, в комментариях, где вы здесь любите отдыхать, а какие виды здесь на горы. Вот когда с набережной спускаешься, здесь у них такие интересные пляжики, совсем-совсем малюсенькие, и есть вот такие типа бетонные лавочки, на которых можно сидеть. Много волнорезов, неужели сюда так заходит море, что штормит. Смотрите, весь новороз на ладони, там потрясающие скалы, еще красота. Ух ты, а мы, получается, вот оттуда вообще начали прогулку, вон колесо обозрения, вот где-то оттуда, ничего себе, сколько мы прошли, да? Да. Вот, и продолжаем идти. Не заметили. Да. Прошли. Интересные, конечно, пляжи. Вот здесь, например, видите, его вообще нет, вот здесь, видимо, какой-то а-ля какая-то техническая история. Ну вот, приятно. У нас вот здесь вот заканчивается набережная и заканчивается она вот на такой красивой клумбочке. Смотрите, какая красивая пальма. Сделали возле нее лежачок. Эти традиционные камбардинские качельки, назовем их так. Кстати, здесь такие прикольные беседки с надписью «Место для отдыха». Вот нигде такого не видел. Но беседка, как бы, беседка, здесь прямо вот они указывают, что место для отдыха. Вот она, табличка. Покажу вам еще сверху пляжи, мы сейчас шли внизу. Вот, покажу вам сверху, как все это выглядит. Вышли мы с пляжа. Здесь есть такие две кафешки. Мистер Гира и Круассан. И Круассан. В Круассане мы купили чай, потому что у них есть туалет. Мистер Гира мы купили Гиры, потому что у них туалета нету. Вот, поэтому чай покупали в другом месте. Но очень клевый, атмосферный, на самом деле, Мистер Гира. Мы возвращаемся на пляж. Вот, все купили. Сейчас тут покажем. Хочу показать, что здесь еще есть дельфинарий. Вот он синий, а за ним сразу какой-то там еще что-то золо чего-то. Вот, а мы будем двигаться на пляж. Пляж называется Жемчужина моря. Купание запрещено. Вот так вот, представляете? запретили купаться. Так, сейчас определимся, где бы нам приземлиться. Да, давай. Вот с таким прекрасным видом мы сейчас будем обедать. Прыгнули на эти лежаки вип-зоне. Значит, это маленькие. Гира, да, называется? Гира, да, это. Просто Гира. Вон, Темка уже пробует. Мы себе взяли большие. Что-то тут лаваш, короче. Кеметанный соус, такой классный с зеленью. Ага. Ну, короче, загуглите, что здесь в составе. Курица, картошка, соус. И подставим шиповочки. И зелененький чай взяли. Все, будем обедать. Приятного нам аппетита. Нам удалось покушать в спокойствии. Мирончик дал нам это сделать. поспал. И вот только проснулся, выспался, такой довольный. Сегодня все утро капризничал, потому что он не выспался, а сейчас выспался, да, свинок? Маленький мой. В Кабардинке повсюду реклама старого парка. Мы на самом деле сейчас двигаемся тоже в ту сторону. Нам написали, что вообще его можно посмотреть, не захотя туда. Вот, ну посмотрим. Заходить туда вряд ли будем. Так, вот смотрите, это начинается аллея старого парка. Ну и соответственно указатель вот висит, что нам нужно двигаться в эту сторону. Ну давайте здесь прогуляемся, посмотрим. Выгул собак на аллее запрещен, поэтому кто приходит с собаками, знаете, здесь собачками нельзя. Ну понятно, смотрите, какие здесь атмосферные фонари. Чуть дальше проходим и вот тут начинаются туристические такие прилавки, но все закрыто. Вот можно бля только одного парнишка, который видимо готовится уже к сезону, к встрече гостей, возможно на майские праздники, а вообще здесь везде есть указатель такой аренда. Отсюда видимо и начинается старый город, вот такой. А, старый парк, ну пусть город будет, ладно. Парк, видите, такой забор, не знаю насколько старинный, но на самом деле очень впечатлили вот эти фонари, я таких не видел. Смотрится интересно, красиво, кстати, кто на машине сюда приедет, вот, смотрите, здесь есть парковка, на самом деле, да, здесь можно на самом деле все посмотреть в принципе прямо отсюда, вот даже цветами можно полюбоваться, все их фотографируют, есть, дракон вон там дальше вход, сюда ворота, львы, не, не львы, это типа лошади, вот, да, большая парковка, и парковка, как можешь заметить, забита, машинами, ой, смотри, какие выступы с крыши, потрясающие, да, смотрятся, конечно, очень круто, такие, типа, деревья, да, держат, так, крылечки, да, все, конечно, в такой прекрасной архитектуре, старинной, наверное, пожалуй, дом искусств, это, так, мы сейчас вот так посмотрим, вот, так, цветочки, цветочки, и пойдем дальше, не нужно, сюда привозят автобусы, кстати, очень много на палетах стоят, вот этих, каких правильно назвать, не знаю, видимо, здесь затеяли реконструкцию, так, вот он вход, все по билетам, и даже, смотрите, здесь очередь, есть театральная касса, есть схема, вот, и, собственно, вот так, что есть немножечко внутри, церковь, смотрите, какая красота, видимо, летом здесь еще включают фонтанчики, и все это дело подсвечивается, вот такая прогулочка у нас с вами получилась в Кабардинке, на самом деле, мне кажется, что мы посетили максимально всего, что можно здесь посмотреть, очень хочется вернуться сюда, конечно, летом, возможно, мы это сделаем, и, возможно, же Настенька одна сгоняет в этот парк, который, в принципе, она одна и хотела, но платить за нашу всю Араву, а стоит это, не дешево, собственно, сами видели, не совсем есть желание, а одна Настенька идти туда не захотела. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике, пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,